Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это ивенты и обновления Lineage 2 Mobile 2 ноября. Первый ивент 21.00 по почте будет отправляться письмо с энергией НХСа 1000 единиц. Сундук с провизией наследника в количестве 2 штук, руда духов 100 штук. Сундук с провизией наследника, эликсир наследника, пир наследника, святая вода наследника, все в количестве по одной штучке. Дальше у нас ивент, скульптура испытания из башни дерзости. В период проведения ивента на пятом этаже башни дерзости появляется NPC, скульптура испытания башни дерзости. У NPC скульптура испытания башни дерзости можно получить особый положительный эффект. Весь урон плюс 1, защита плюс 1, точность плюс 1, баф будет действовать 4 часа. Но так как ивенты пишет недалекий человек, то мы можем видеть скульптуру башни дерзости во всех городах Адена. Давайте следующий ивент, сезонный пропуск. Обычный сезонный пропуск, где вы выполняете различного вида задания, вы получаете те или иные награды. Есть обычный пропуск и премиум. Премиум активируется за 1 миллион Адены. Премиум пропуске очень неплохо. Вот как раз вот эти магические пергаменты нам и нужны. Видим кучу виталки дают. Кто давно не играл в Lineage 2 Mobile, возвращайтесь в игру, потому что это уже второй пропуск с таким количеством виталки. Это типа они намекают, вернись в игру, поиграй, покачайся. Давайте посмотрим, что в обычном пропуске. Сундук с провизией наследника. Реликвия энергии в количестве 30 штук. Сундук со свитком поручения Энхасад. Порошок пробуждения. И вот интересный сундучок. Сундук лорда смерти. Видим зелье развития 10%. Сияющая антикварная вещь. Карты класса. Карты Агатиона. Позволяет дополнительно получить предмет с неким шансом часы башни дерзости. Провизия наследника. Реликвия энергии. Сундук со свитками поручения Энхасад. Порошок пробуждения. И снова сундук лорда смерти. Тут у нас уже чистый эликсир в количестве одной штуки. И перед финальной наградой сундук лорда смерти в количестве 5 штучек. И финальная награда чистый эликсир в количестве 2 штук. Также при покупке пропуска вашими сокланами они вам дают по 1000 энергии Энхасад. Добавили вот такие вот бонусы. Посещаемость дерзости за 1102 адены. Почему именно 1102 адены? А потому что это 0.2.11 месяца. Все элементарно просто. Спасибо за комментарий. Mistake. Активируем. Получаем бонус. Первый бонус у нас. Ежедневно 1000 энергии Энхасад. Первый день видим зелье развития 10%. Дальше у нас реликвия энергии в количестве 10 штук. Сундук с часами на выбор. Карты класса 6 раз. Карты Агатиона 6 раз. Сундук со свитком поручения Энхасад. Дальше видим такой сундучок. Сундучок дерзости со свитком модификации. Можно получить случайный предмет из списка. Это свитки модификации, украшения, благословенные свитки, камни магии, благословенные улучшенные камни магии. Зелье развития, реликвия энергии, опять часы, карты класса по 6 раз, но уже высокого качества и карты Агатиона. Порошок пробуждения в количестве 10 штук. Финальная награда. Сундук дерзости со свитком модификации. Обновление 2 ноября. Добавлены новые Агатионы. Суцептор ядра. Увеличивает игнорирование сопротивления урону. Сопротивление урону в пвп плюс 5, сопротивление оглушению плюс 7%. Также добавлены 4 героических Агатиона. Силу, Крума, Каменук и Сабан. Силу. Восстановление МП плюс 15, абсолютное восстановление плюс 15. Увеличивает увеличение урона от всех стихий. Крума. Плюс 500 хп. Увеличивает урон в ближнем бою, увеличивает точность в ближнем бою. Камми, Нук. Сопротивление оглушению плюс 5%, увеличение блокировки оружия. Сабан. Увеличивает урон от умений. 10%. Увеличивает уменьшение расхода МП. То доставайте кошельки и начинайте закупать паки. Вот он, наверное. Ой ты боже мой, какая милота. Кугу ар. Снижение урона плюс 2. Дальше у нас коллекции. Блокировка оружия. МДР плюс 1. Весь урон плюс 2. Снижение урона. Крит атака. Точности плюс 3. А ну а что это у нас? Суцептор ядра. Король кошек. Угу. Жесть. Жирная, жирная кола. Очень жирная. Вот тоже. Крит атака. Плюс 3%. Сопротивление крит атаки. Да вот суцептора ядра бы получить бы. Также добавлен пятый этаж башни. Башни Держести. На пятый этаж башни Держести можно попасть при помощи телепортации свитка башни Держести пятый этаж. Добавлены 6 новых кристаллов души и связанные с ними коллекции. Халет. Это новый РБ пятого этажа. Добавлен амулет телепортации на пятый этаж. Добавлен судок сокровища ми выпадающие из монстров на пятом этаже башни Держести. Также можно создать этот сундук при помощи 100 свитков телепортации на пятый этаж. Добавлен новый компонент. Курильница погибели. То есть мы нажмем на карту, потом увидим вот такую вот курильницу погибели. Лагеря разбойников и долины безмолвия. Что это за такая курильница? Что это такое? Если поместить предмет бласновения души в курильницу погибели, расположенную в определенном месте на полях, можно призвать толпу монстров, за победу над которыми выдается много опыта и аден. То есть... Вот такая вот курильница появилась. И теперь мы можем вот сюда разместить... Вот есть боссы, да? И вот теперь из этих боссов... Я не пойму, почему с пробужденных не выпадает. Но это может поправят. С боссов выпадает такая эссенция души, которую вы перекрафчиваете вот такую вот урну. Позволяет получить случайные предметы списка. Блосновение души адена легендарный, героический. Блосновение орен легендарный, героический и редкий. Блосновение души орен мы вставляем вот сюда и вызываем. И тут соответственно появляются мобы, мы их бьем, получаем опыт и адену. Вот видим, что... В уровне блосновения души только орена и в адене блосновение души адена. Если убить всех монстров, которые появляются из курильницы, то очищение окончится успешно. При успехе курильницы уничтожается и появляется снова спустя определенное время. Если монстров не убить за отведенное время, то очищение заканчивается неудачей. Призванные монстры исчезают. Курильница также исчезает и появляется снова спустя определенное время. При уничтожении монстров курильницы погибели. Помимо опыта и аден, можно получить различные награды, в том числе фрагменты души, знаков шилин, знаков поручения. Если курильница уже активирована, то ее нельзя активировать повторно. Если очистить курильницу не удалось, то потраченное благословение души не возвращается. Обновление коллекции ивентовых книг об истории. Это тоже пропускать нельзя. Создаем книги. Другое. О коллекции книги. Давайте сначала посмотрим, сколько нам нужно книг. 9. 9 книг. 1800 пергамента. 9 миллионов адены. И на этом ивенты и обновления подошли к концу. С вами был Разе. Завтра, я надеюсь, допилю видео. Я хочу сделать мага с нуля без доната в одно окно. Это будет у меня вот отдельно вот мое окошко, которое будет само по себе будет качаться. Я попытаюсь этим окном вступить в какой-то клан и развиваться без доната просто в одно окно, что можно сделать одним окном. И как я далеко зайду. Ну, смотря как вы лайки будете ставить, конечно. Видим, уже 30 уровень за день вчерашний. Но подробнее о нем и как я его буду развивать, это завтра вечером я выпущу видео. С вами был Разе. Всем до новых встреч. Пока.